Виталий, приветствую тебя! Традиционный для среды эфир. Разбираем фундаментальную техническую ситуацию, опять же делимся видением рынка и подсказываем, как сейчас в моменте можно действовать с учетом того, что на рынке есть. Так, к главному событию этой недели это выступление Паула и Джанет Хеллен совместных в Конгрессе, предпалата представителей Сената. Поскольку сейчас, в принципе, мы видим то, что рынки-то как следует не раскачало это выступление, его традиционно переоценили. То есть, наверное, все, что хотел ранее, все, что хотел сказать Паула ранее, он сказал уже на минувшей неделе, когда мы следили за заседанием резерва, того, как он будет действовать в плане мягкой экономической политики и так далее. Поэтому все, что было прокомментировано им в ходе его вчерашнего выступления, в принципе, рынок уже ничем не удивило и все, в принципе, знали, что его можно ожидать. Давай тогда к демонстрации экрана, к идеям, которые были. Так, одну секундочку. Так, ну традиционно начнем с индекса доллара, который открывает каждый наш совместный обзор. Индекс доллара сейчас котируется на отметке 92.59. По той рекомендации, которую я давал ранее, это сработанный стоп-лоск. К сожалению, ставка на снижение курса доллара была неверна, но для тех, кто следит за моими брифингами, за моей аргументацией того, что с долларом может произойти и должно было, в принципе, произойти, знаю то, что я долгосрочно все-таки еще смотрю на дальнейшее снижение американского доллара. Не хочу, опять же, совершить ошибку, переоценив второй день выступления Павла, то есть сегодня, по-моему, в 17.00 по московскому времени, но все-таки все должны прекрасно понимать, что событие, которое переоценивается, зачастую не приводит к тем последствиям, которые ожидаются. И событие, которое заранее недооценивают, напротив, может привести к очень серьезной волатильности и движу. Сейчас рынки скованы страхом, скажем, относительно третьей волны ковида, и Европа, мы видим по новостям, Франция, Италия, Германия до 18 апреля. Все снова говорят о жутких последствиях для экономического спада, о том, что история повторяется. Страшные месяцы, март-апрель прошлого года, в принципе, для пессимистов, сторонников того, что все плохо в мировой экономике. Это возможность для них оправдать теорию того, что, в принципе, история повторяется. И в конце этого месяца, и в апреле мы, в принципе, будем следить за тем, как количество заболевших снова продолжит расти. Сейчас еще тему подогревают тем, что очевидные проблемы с астрозенекой. Вроде бы как сначала пошатнувшееся доверие к этой вакцине попытались быстро восстановить. Были авторитетные оценки от Всемирной организации, от Европейской комиссии лекарственных средств о том, что она все-таки более эффективна. Но вот этот негативный осадок все-таки остался. Люди, которые хотели вакцинироваться, сейчас думают, что могут пополнить негативную статистику, оказавшись в ряду тех, у кого проявятся эти побочные эффекты. В общем, с астрозенекой, конечно же, серьезные проблемы сейчас, и это значительно замедляет темп экономической вакцинации и надежды на экономическое восстановление. Опять же, я не знаю, Виталий, твою позицию. Может быть, ты все-таки человек, который считает, что стакан наполовину полон, нежели пуст, и не видит в этом чрезмерного негатива. Но есть то, что есть. Не хотелось бы, конечно же, уходить на второй круг, я имею в виду с повторением ситуации 2020 года, но пока что ковид не отступает, и это, конечно же, риск. Так, по индексу доллара тогда без новых рекомендаций. По фунту в прошлый раз давал сделку через байстоп, до отложки мы не добрались. Золото у нас в работе, длинная позиция. 1720, в принципе, вот посмотри, у нас здесь коридор. Мы в прошлый раз с тобой, когда проводили эфир, золото было на том же самом уровне, примерно, что и сейчас. Здесь как бы уровень, за которым нужно следить 1720, это как раз отметка, с которой эта сделка стартовала. Если пробьем это значение, конечно же, нужно будет из золота выйти. Но я все-таки больше оптимизм в отношении будущего рынка драгоценных металлов, особенно в свете того, что ухудшающиеся новости относительно ковидной темы могут привести к тому, что разговоры о новых экономических стимулах, в том числе и США, еще одном пакете экономических стимулов, как говорят волшебник Байден, достанет из шляпы еще один пакет на 3 или 4 триллиона долларов. Короче, эти деньги нужно закладывать в риск логичной страховки для инвесторов от инфляционных рисков и золота, но пока что при текущих котировках показывает себя довольно неплохо. И что касается сегодняшних рекомендаций, я предлагаю сделку sell limit по евро-доллару, раз уж так хоронит европейскую экономику из-за череды новых локдаунов и ограничений. Sell limit 1.18.50, profit 1.17, stop loss 1.18.90. Сегодня с открытия дня мы видим, как евро продолжает валиться, в принципе, следом за вчерашней торговой сессией. Но самая настоящая паника, действительно, уход инвесторов от риска по евро. Эта тема может еще какое-то время резонировать. Ну, как раз вот на этом резонансе можно попробовать добраться до следующего уровня поддержки на отметке 1.17. И фондовый рынок, в который я продолжаю все-таки верить, хотя локально сейчас у нас нарисовывается уже тенденция нисходящая, котировки по индексу S&P 3.900 пунктов, я предлагаю сделку buy-stop с уровня 3.910 пунктов, stake profit 3.980 пунктов и stop loss на отметке 3.885 пунктов. Виталий, слово тебе. Так, у меня нет доступа. Так, секундочку. Сейчас должен быть. Так, ну, хотел сейчас демонстрацию, сделал картиночку, видно ее? Да. Это картиночка с декабря 2020 года, это сантимент по индексу доллара, я ее уже показывал в декабре, вот мы видим, что индекс доллара был сильно перепродан. Это нам говорило о том, что когда на рынке преобладает 95% медведей, ну, условно, по этому рынку, то рынок, скорее всего, развернется. И мы, в принципе, к этому движемся, и индекс доллара уже несколько месяцев ведет на разворот. Он, конечно, постепенно, по чуть-чуть, но какое-то движение идет. Посмотрим, продолжится оно или нет. И тоже самое была картиночка, которую я показывал в декабре, это по евро-доллару. Вот, видно ее сейчас? Да, да. Да, вот идет реализация. Это аналогично сантимент. Это мы находились в декабре 2020 года, я ее показывал аналогично. Еще мы там торговались где-то на отметке 1.20 с копейками. Она говорила, что плюс-минус там еще несколько стоп-пунктов может сделать, и дальше евро-доллар должен идти на разворот. В принципе, мы так и идем. На сегодня евро около отметки 1.18. Несколько фигур падаем. Вот это картинка по сантименту за последние, условно, 15 лет, когда рынок показывал перекупленность или перепроданность. На верхах мы видим перекупленность, на низах перепроданность. Вот снизу это сантимент, а сверху это график евро-доллара. И он аналогично двигался в противоположную сторону. Поэтому это очень важный фактор, на который я, скажем, строю какие-то долгосрочные планы по инструментам. А сейчас пройдемся по тем идеям, о которых я говорил. Это для чего я показал, для того, чтобы вы понимали, те, кто нас смотрел несколько месяцев назад и на текущий момент, что данная тема очень сильно работает. Если на рынке большинство покупателей, то, скорее всего, рынок перегреет. Ну и еще нужно смотреть реальную статистики, какие-то технические индикаторы и так далее. По поводу фондового рынка S&P 500 пройдемся по всем идеям, о которых я говорил. Это в основном был в прошлый раз S&P 500, биткоин, золото и основные валюты. Пока я смотрю по медвежьему ударному инструменту. В понедельнике я говорил, у нас прошел небольшой импульс вниз. На откате можно было пробовать шарпить. И сейчас, в принципе, смотрю дальше вниз по ударному активу. Можно где-то, если чуть-чуть сегодня еще подрастем. Все, что ниже вчерашнего хая, уровня 39-38, условно, можно рассматривать на шорт со 100% за исторический хай. Если его будем уже выносить, дальше будем смотреть уже текущую картинку. Так, возможно, мы дальше будем падать. По биткоину, говорил в прошлый раз за шорт. Локально мы падали. Все, что ниже 58 тысяч, пока смотрю за шорпы. Локально, ну, там, в принципе, неплохо. 4 тысячи мы отпадали. Но, конечно, цель я ставил побольше. Это в район 43-30 тысяч. Возможно, мы сюда пройдем немного позже. Обязательно ставить стоп-клосы, кто шортил. И кто не шортил, возможно, посмотреть, как сегодня закроется день. Если мы не сможем поглотить вот этот хай, который у нас был в понедельник. Вровнято 58-300. То, в принципе, можно дальше рассматривать шорт по биткоину. Пока за шорт по данному активу. Золото. По золоту я пока медведь. Я думаю, что мы будем падать сегодня-завтра по данному активу. Текущие цены у нас 1728. Можно рассматривать с текущих шорт. Если чуть подрастем где-то к хаю Азии, по 1735. Аналогично можно также шортить со стоп-клосами за позавчерашние хаи. То есть это где-то в районе 1750. Ну, конечно, волатильность сильная. Но есть куда и падать по золоту. Я думаю, что если здесь реализуется та идея, которую я думаю, то мы как минимум пойдем в район 1700. И, возможно, дальше на обновление этого минимума, который у нас был в марке. 1675 условно. Обязательно ставить стоп-клосы. Соблюдать риски. Почему? Так как сегодня плюс, ты отметил, Пауэлл выступает. Возможно, какой-то импульс сильный наверх. Если пробьем вот эти хаи, которые у нас были в текущем месяце, то мнение, возможно, будет у менять по золоту в сторону лонга. Дальше. По валютам, что я говорил. Евро-доллар. В прошлый раз я говорил за шорт. Два варианта предлагал. Это селл-стопом ходить на пробой вот этого минимума. Это в районе там 1.18.60. И второй вариант – это селл-лимитом. Ниже хаи пятницы. Вот я говорил, если мы в отделе закроемся ниже хаи пятницы, его протестируем, то, возможно, будет рассматривать шорт. Пока продолжаю, скажем, удерживать идею на то, что евро-доллар будет падать где-то в район, как ты уже отметил, 1.17. Возможно, ниже где-то в район 1.16-1.15. Ну, вот эти минимумы, которые у нас были в сентябре-октябре прошлого года, возможно, мы идем сюда. Конечно, до того момента пока картинка какая-то не снимется. По поводу новых идей, в принципе, шахтистекущих, конечно, рискованно. Возможно, через ту идею, которую ты выставил, через селл-лимит. Если будет какая-то коррекция, то присматриваться к дальнейшим шахтам по данному киеву. Ну, и плюс я еще говорил по фунту. В прошлый раз за шорт стал лимитку в район 1.39. Мы туда не дошли, но также не исключал падение с текущих. Без отката начали падать. В принципе, неплохо отпадали. Там около двух фигур. Думаю, дальше будем падать вниз. Возможно, у нас здесь разворот тренда. Мы еще с тобой отдавали, напомню, шорт по фунту, такой среднесрочный. В принципе, твои цели фунт выполнил. Где-то целился в район 1.38, если не ошибаюсь. Плюс-минус. Я говорил, что, возможно, мы идем ниже, на тысячу, возможно, больше пунктов. С этого хая, когда был конец февраля, рекомендации на шорт, в принципе, оттуда мы уже 5 фигур свалились. Возможно, ниже будет падать. Ну, время покажет, это коррекция или это зарождение нового тренда и так далее. Поэтому пока на сегодня идея – это золото, шорт. Да. Ну, и поддерживаю евро, шорт. Пока вот так по всем валютам. Против доллара, короче, снижение. Да, да. Ну, точнее, рост доллара. Рост доллара. Ну, да, рост доллара и снижение риска. Да, да. Ну, и фондовый индекс, как я уже сказал. Тоже шорт. В принципе, все. В принципе, все. Нефть уже, кстати, неплохо тоже отпадала. Посмотрел я где-то 2 недели назад, говорил, что рассматриваю там снижение. Ну, в принципе, неплохо отпадали. Ну, и все. Пока все у меня. Спасибо тебе, Виталий, за комментарии. Следим. Традиционно следующий эфир уже в понедельник. Пройдет много времени, конечно же. Посмотрим с учетом того, как идут сейчас активные движения, где рынки будут уже к понедельнику. Будут новые идеи, технические, фундаментальные. Мы традиционно с Витальем остаемся с вами. Друзья, рекомендуем, как и всегда, следить за загрузкой депозитов, контролировать классические правила риск-менеджмента, потому что это, как и всегда, очень важно. Виталий, спасибо тебе, классного закрытия недели и хороших выходных. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok